Я много путешествовала по Украине еще до моего назначения на должность в американском доме в Киеве. В 1995 году еще ребенком впервые приехала в Харьков, а после окончания университета я вернулась в Украину в рамках программы стипендий «Фулбрайт». Тогда я провела год в Одессе, работая в реабилитационном центре. Потом два года преподавала в Католическом университете во Львове, а теперь я в Киеве. Я считаю, мне очень повезло узнать и восток, и юг, и запад страны. К тому же я успела попутешествовать по Карпатам, в Крыму, побывала в Полтаве. Теперь живу в столице. Это очень живой город. Посмотрите, только на разнообразное кафе, которое появляется тут и там. Я люблю многообразие местных городов. Харьков очень отличается от Львова, но оба эти города очаровывают. В Украине прекрасная природа. От Карпатских гор до Черного моря. Тут богатая культура, вкусная кухня, интересная архитектура. В Украине есть что показать. Американский дом – это уникальное пространство с техническими возможностями и различными программами. У нас есть галерея, кафе. Это место, куда люди могут просто прийти и пообщаться друг с другом. Американский дом – это один из 700 американских пространств в мире. В Украине работает 27 подобных платформ. Они называются «Окна Америки». В основном, это небольшие ресурсные центры в областях. Однако наш центр уникален. В наших программах мы соединяем последние технологии и проводим различные мероприятия. Мы создали платформу, где могут общаться различные сферы. Бизнес, гражданское общество, культура и искусство. Тут можно обсудить все, что важно для Украины и украино-американских отношений. Мы хотим быть таким местом, где украинцы смогут лучше узнать, что предлагают Соединенные Штаты Америки. Кроме того, мы хотим быть пространством, где украинцы и американцы могут обсудить общие ценности наших народов. Также мы поддерживаем молодых, развивающихся лидеров Украины. Сейчас украинская общественность очень активизировалась. Тут много чего происходит, и быть на пульсе событий очень захватывающе. Украине потрясающая музыкальная сцена. Много событий в искусстве, проходят фестивали Made in Ukraine, платформа или платформа культурных инициатив «Изоляция». У нас каждую неделю проходит не меньше 15 событий. От разговорных клубов на английском языке до кинопоказов, открытия галерей и тренинги, конференции, лекции, технические мастер-классы. У нас проходит стартап-викенд. Во время наших ток-шоу люди могут обсудить последние события в Украине. Каждый день отличается от другого, и это делает работу очень вдохновляющей. Американский дом открыт для публики, надо всего лишь предъявить паспорт при входе. Кроме того, у нас есть система членства, которая дает доступ к нашим технологиям, в том числе онлайн. Все наши программы бесплатные. Это одно из наших правил. Большинство наших посетителей – молодые, активные украинцы. Многие люди чувствуют себя здесь, как в Америке. К тому же, это просто комфортное место для неформального общения. Тут можно найти решение проблем наиболее удобным способом. Мы ориентируемся на то, что происходит в Украине. Из недавних исследований мы узнали, что около 60% на руководящих должностях в Украине – женщины. Однако на высших позициях по-прежнему преобладают мужчины. И в других секторах, например, в правительстве в других странах – около 23% женщин. В Верховной Раде их пока всего 12%. Поэтому мы организовали выступление Реннии Андерсон, известного эксперта по теме «Женщины в бизнесе в развивающихся странах». Она проводила интервью с женщинами из разных стран с разнообразными культурами. Благодаря этому она сформулировала шесть основных характеристик, которые определяют успех женщин. Мы привлекли Реннию к программе «Завладей» – «Женщины как бизнес-лидеры». В рамках этой программы мы приглашаем трех успешных украинских бизнес-вумен, чтобы поговорить об особых лидерских качествах женщин-предпринимателей. У нас есть ток-шоу, где можно познакомиться с женщинами, которые могут быть образцом для подражания для будущих предпринимательниц в Украине, получить от них наставнический совет и оценку. В Украине очень много женщин, которые вдохновляют. Мы также пытаемся выяснить потребности молодых украинцев и организовать для них поддержку от неправительственных организаций в достижении своих целей. Для этого мы много сотрудничаем с различными организациями и частными лицами в Украине, как украинцами, так и американцами. Недавно с лекции к нам приезжал один бизнес-инвестор. Потом мы организовали круглый стол. Посетители рассказывали, что никогда не чувствовали, что могут настолько доступно поговорить и поучиться у таких людей. Именно так мы стараемся проводить наши мероприятия. Мы здесь проводим и культурные мероприятия. Этим летом у нас будет большое празднование Дня независимости Соединенных Штатов Америки. Это одно из наших крупнейших культурных событий в году. Чтобы не раскрывать всех секретов этого года, я поделюсь тем, как это было в прошлом году. Мы сделали барбекю с гамбургерами и хот-догами. Все в типичном американском стиле. У нас были танцы и мастер-классы дегоративно-прикладного искусства. А украинская лига американских футболистов учила посетителей играть в американский футбол. Выступали чирлидеры. Это было масштабное мероприятие. Пришло более 1100 человек. Мне очень нравится узнавать об украинских культурных традициях, особенно в праздничных обычаях. Ведь Соединенные Штаты – это страна, основанная иммигрантами, где каждая семья имеет свою собственную традицию. Но в Украине существует давняя история празднования Рождества или Пасхи. И мне повезло участвовать в некоторых из этих традиций. Приятно, что эти обычаи поддерживаются. Это создает чувство общности. На прошлой неделе у нас выступали музыканты группы американских ВВС в Европе. Они исполняли американский джаз. Ведь именно США подарили миру этот стиль музыки. В апреле мы провели джазовый фестиваль, ведь апрель – это международный месяц джаза. В Украине много популярных исполнителей. Например, «Океан Эльзы», которые дают туры по США. Группа «Даха Браха», довольно популярна в Соединенных Штатах. И даже те американцы, которые далеки от круга украинских энтузиастов, были на их концерте и только потом с удивлением узнали, что это группа из Украины. В этом месяце у нас есть специальная совместная программа с американскими и украинскими организациями о важности сохранения прав интеллектуальной собственности в Украине. Это будет большой фестиваль с мастер-классами для актеров, с концертами, лекциями. В мае мы планируем проведение Дня крымско-татарской культуры. В память о депортации крымских татар, а также чтобы отметить культурное разнообразие Украины и США. Таким образом, культурная дипломатия работает в обоих направлениях. И приятно наблюдать, как украинцы и американцы осуществляют культурный обмен. Это особенно актуально для работы в американском пространстве в Украине, потому что существует так много общих ценностей. Мне нравится тут находиться и работать с украинцами над укреплением наших отношений и поиском возможностей для сотрудничества народов и стран. Украинцы ценят свою свободу и свою независимость. Они стремятся к демократическому будущему. Эти же ценности хранили в Соединенных Штатах в течение нескольких сотен лет. Однако нет предела совершенству, мы всегда стремимся к этому. В этом стремлении наши страны очень похожи. Я думаю, что украинцы очень креативны. Достаточно посмотреть, что происходит в сфере предпринимательства, IT, моды, дизайна. Украинцы показали себя творческими людьми, готовыми рисковать. А именно готовностью к инновациям и рискам американцы всегда гордились. Я думаю, что у наших народов особая связь и очень много общего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok